Сегодня 6 июня 2015 года, формирование отводков на неплодную матку. Я для формирования отводков использую старенькие корпуса, которые уже в работе на пасеке, для расширения уже не применяю, а вот чтобы не задействовать те корпуса, которые работают. Вот у меня старенькие корпуса есть, вот их использую для формирования отводков, если нужно временных. Формировать отводок я буду от семьи, которая заняла уже корпус, который требует расширения, чтобы ее немножко ослабить на недельку, поскольку она требует уже постановки магазина, а мне удобнее перевозить на корпусе ее будет. И поэтому сейчас буду делать отводки на ее, на две матки дочки, от этой матки от плодной вывелись дочки. И вот на этих дочек буду делать отводок, чтобы впоследствии, если нужно будет, матку перед медосбором объединить на молодую, чтобы снизить вероятность прихода браевой состояния семьи на период главного взятка. Самое главное, постараться матку не перенести. Надо внимательно вот к этому относиться. Так, накрою меня нитчик на метку. Баточка. Не вижу. Ахуяне, не вижу здесь. Вот отстроили язычки. Это первый признак того, что данный объем уже освоен. Вот аккуратно всегда надо, вырезая эти языки, может быть матка на них. Язычки трудневые. И вот надо посмотреть, нет ли на них матки. У меня много раз было так. Потому что матка оказывалась именно вот на этих язычках. Вот теперь следующий смотрим на рамочку. Сильный отводок для облета матки не нужно делать. Я никому не советую делать. Поскольку, чем сильнее отводок, тем хуже принимается матка сложнее. И будет сдерживаться развитие вот данной семьи. То есть ее слишком ослаблять тоже смысла нет никакого. Нужно просто небольшое количество пчелы, чтобы она могла обогреть расплод, который подставлен. И обеспечить облет неплодной матки. А после облета лучше подсилить и сделать более, если нужно, отводок более сильным. Вот здесь яички по всем параметрам. Вот на этой рамке она должна быть маткой. Все есть вот для нее. Как положено. А матку не видно. А матку не видно. Продолжение следует... 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 теплые, лучше температурные условия у медовой рамочки основную доску сюда а это пустые рамки, чтобы холстик не проваливался, держался и рамочки для перехода сверху пчелкам удобнее переходить с улочки в улочки, чем по бокам или снизу дырок у меня в сотах нету и через верх они лучше переходят вот таким вот это вставная доска значит рамка с челами с расплодом, с кормом, с пергой две клетки две клетки с маточками пустые рамки и сверху теперь пленочка пленочка, теперь осталось подушку и крышку и сюда на значит литочек литковый специальный загородитель вот как вот снизу такой и проход оставить для одной пчелы и можно пока оставить на этом месте потому что летная пчела все равно вся слетит пока один-два места расположения улья роли не играет его можно в любое место переставлять в течение двух-трех дней поскольку летная пчела вся в свою старую улью слетит литковый загородитель проходит на одну пчелу подушечку утепления ну и вот на сегодня, на завтра может еще здесь находиться а потом конечно лучше куда-нибудь в укромный уголочек поставить где меньше пчел чтобы матка после облета когда возвращалась в ней ориентиры хорошие были и случайно в рабочей семье не залетела никуда лучше конечно в стороночку его поставить спасибо спасибо